Поэтому сердце должно быть и удобрено, сердце должно быть взрахлено, сердце должно быть напоено водой, как почва. И тогда произойдет то, что то семя, которое Господь всеил в нас, оно и не засохнет, и терния не заглушат. Мы должны все время трудиться над собственным сердцем. Это точно как выращивать растения. Тут и борьба с сорняками, тут и постоянно удобрение, и рыхление почвы и так далее. То есть самое главное в нас с вами, это и наше сердце. Злое оно или доброе, раздражительное или мягкое, прямое или лукавое. Вот надо очень внимательно за сердцем своим смоценить. Что в нем проявляется? Проявляется какой-то сорнячок. Надо его вырывать. Как мы его вырываем? Постом и молитвой. То есть вот заметил в себе зависть. Не развиваю эту зависть. А прежде всего в ужас прихожу. И обращаюсь к Богу Господи и избавь меня от этой пагубы. Ну что такое зависть? Зависть – это чувство, которое в полноте свойственно дьяволу. То есть если во мне зависть, то значит я не ученик Иисуса Христа, а ученик дьявола. Ну и какое может быть христианство у дьяволого ученика? И так во всем. Все время слушать, что происходит в моем сердце. Если человек будет этим занят, он никогда не будет никого осуждать. Да ему просто будет некогда. Апостол Павел так говорит, ну кто ты, осуждающий чужого раба? Это качество, которое ты приобрел осуждение. А как же, а вот она? Да она. Но от того, что ты ее осудил, ты лучше не стал. А если ты осудил свой грех, ты можешь стать лучше, если войдешь в битву с этим врагом твоим. Поэтому, как модно сейчас говорить, каждому из нас, дорогие мои, нужно определиться. Ты ученик Христов или дьяволов? Потому что Господь сразу видит сердце человека. И сколько бы человек из себя там что-то не изображал, Господь видит самую суть. Потому что в сердце каждого из нас находится душа наша, бедненькая. И Господь видит насквозь. Поэтому, если наше лукавство, оно может простираться на какое-то количество ближних, а на Господу Бога нет.